Симпозиум Президента Академии Наук Украины, Героя Социалистического Труда. По решению ЮНЕСКО, эту дату отмечала общественность всего мира. Из многих стран приехали ученые, чтобы отдать дань уважения основателю современных методов электросварки. Оживленные научные дискуссии, ознакомления с новыми исследованиями, ведущимися в институте, носящим имя его основателя Патона, убедительно показали, что именно здесь пролегает сегодня передний край науки о сварке металлов и специальной электрометаллургии. Много лет своей жизни Евгений Аскарович Патон отдал мостостроению. По его проектам построено несколько десятков мостов. Он заведовал кафедрой в Киевском политехническом институте. Был признанным главой научной школы. И вдруг пришло увлечение сваркой. Случайность? Нет. В ослепительных вспышках сварочной дуги ученый, обладавший обостренным чувством нового, увидел завтрашний день создания металлических конструкций. 1928 год. Молодая Советская Республика встала на путь индустриализации. Страна стремилась выполнить первый пятилетний план в 4 года. Сварка могла во много раз ускорить строительство новых заводов, шахт, электростанций. Евгению Аскаровичу Патону шел 60-й год. История знает немного случаев, когда ученый на склоне лет приходит в новую науку и становится ее общепризнанным лидером. В маленькой лаборатории, созданной Патоном, закладывались основы современной электродуговой сварки. Вскоре лаборатория выросла в институт. В эти годы особенно ярко проявился талант Патона исследователя и организатора. В 1940 году в институте родился новый метод сварки, который привел к перевороту в технологии многих отраслей промышленности. Автоматическая сварка под слоем плюса. Как не похожа она на обычную, ручную. Высокая скорость, прочный шов. Впоследствии Патон писал В автоматической сварке под плюсом я видел воплощение всех тех целей, которые я и мои сотрудники поставили перед собой. К ним мы настойчиво шли через все искания, ошибки и неудачи. Так начал свое победное шествие шов Патона. Он с честью выдержал трудный экзамен в годы Великой Отечественной войны. И виданные по масштабам танковые сражения на Курской дуге выиграли советские танки Т-34. Их броневые корпуса были сварены по методу Патона. Эвакуированный на Урал институт электросварки в кратчайший срок разработал технологию автоматической сварки боевых машин на конвейере. Воины-хронтовики были глубоко благодарны ученому. Ведь уже во второй половине 1942 года Советский Союз выпускал больше танков, чем фашистская Германия, на которую работала промышленность всей Европы. За выдающиеся заслуги перед Родиной Евгений Оскарович Патон был удостоен звания Героя социалистического труда. Еще шла война, а ученый уже думал о том, как сварка будет служить людям в мирное время. Таким он застал свой родной Киев. Может быть, именно в эту минуту у него окончательно созрел замысел построить цельносварной мост. Ученому не довелось увидеть завершение своей мечты, в которой воплотились две стороны его творчества – Патона мостовика и Патона сварщика. Он скончался за три месяца до того, как этот уникальный мост вступил в стройку. Эстафету отца принял его сын Борис, ставшего главе института. Борис Евгеньевич Патон – президент Академии наук Украины, депутат Советского парламента, герой социалистического труда. Маленькая лаборатория, где начинал свои исследования его отец, превратилась в крупнейший в мире научный центр. Здесь десятки отделов и лабораторий, в которых ведутся исследования на самом высоком научном уровне. Содружество ученых, конструкторов и работников экспериментального завода предопределяют сегодняшние успехи института в дальнейшем развитии научного наследия Евгения Оскаровича Патона. Он стоял у истоков электрошлаковой сварки, которая произвела подлинную революцию в тяжелом машиностроении. Во многих странах этот метод называют русской сваркой. Прежде крупные детали вытачивались из паковок. При обработке терялось много металла. Новый метод позволил сваривать металл практически любой толщины за один проход. С помощью электрошлаковой сварки созданы самые большие в мире домные, штамповочные прессы, гидротурбины. Рабочее колесо этой турбины весит около 300 тонн. Отлить целиком такую махину практически невозможно. Ее сварили. Сварили из 20 частей. Конструкция отличается высокой надежностью. На всемирной выставке в Брюсселе метод электрошлаковой сварки был отмечен золотой медалью в гран-при. Одним из его авторов был Борис Евгеньевич Патон. Борис Евгеньевич Патоновцы успешно решили задачу и электрошлаковой сварки цветных металлов большого сечения. Нет ни одной отрасли промышленности и строительства, куда бы ни пришла сварка. Высоко оценили ее и нефтяники. Сварка помогла им сократить сроки ввода скважин в эксплуатацию и снизить стоимость черного золота. Над самым устьем скважины соединяет трубы в обсадную колонну автомат контактной сварки. В институте получили путевку в жизнь много остроумно решенных автоматов, полуавтоматов и других сварочных установок. Созданием высокопроизводительной сварочной техники руководит другой сын Евгения Патона, Владимир. Кандидат технических наук, лауреат государственной премии. Как и у всех Патоновцев, его девиз — неразрывная связь с производством. Вскоре новая цельносварная телевизионная вышка украсит столицу Украины. На ее строительстве действуют, созданные Патоновцами, автоматы для монтажной сварки трубчатых элементов. Сварка защитных газов. О ней тоже думал Евгений Патон. Первые установки были созданы еще при его жизни. Сейчас тысячи таких установок работают на советских заводах. С их помощью сваривают в углекислом газе различные изделия. От самых мелких до корпусов кораблей. В атмосфере инертных газов, под их защитой, сварщики надежно соединяют тугоплавкие, химически активные металлы. Еще недавно такие резервуары собирали и сваривали на месте установки из нескольких сот листов. Теперь листы сваривают на заводе в полотнище, которые в виде рулонов привозят к месту монтажа. Здесь рулон разворачивают. Одновременно монтируют крышу резервуара. Сроки строительства крупногабаритных резервуаров сократились в 4-5 раз. Одна из последних разработок института — гофрирование стенок сварных резервуаров. Металл здесь тоньше, а устойчивость корпуса выше. Рулонированные резервуары экспортируются в десятки стран. Обширен диапазон сварки — от огромных резервуаров до микро-миниатюрных приборов. Полупроводниковые элементы — нервные клетки современных электронных систем. Потребность в них исчисляется сотнями миллионов. Как усовершенствовать технологию их изготовления? Котойновцы предложили собирать полупроводниковые элементы с помощью высокочастотных электрических импульсов. Процесс автоматизирован. Производительность возросла во много раз. Брак исчез. Новые диоды надежнее и размеры их меньше. Лазер — одно из крупнейших достижений современной физики. Котоновцы и его поставили на службу сварки. Луч лазера мгновенно и с ювелирной точностью соединяет самые миниатюрные детали. Операция на сердце. Человека может спасти только искусственный сердечный клапан. Вот он, полуметаллический шарик. Две его полусферы сварены тонкой, как и была, струей плазмы. Ученые назвали этот аппарат плазменным пистолетом. Микроплазменная сварка незаменима там, где необходимо надежно соединить изделия из тонких металлов. В современной технике присущи высокие энергии, широкий температурный диапазон, большие скорости. Это требует применения особо чистых металлов и сплавов. Развивая идеи Евгения Аскаровича Патона о сварке как о металлургическом процессе, Патоновцы разработали новый способ получения высококачественных сталей электрошлаковый переплав. Он был создан на основе электрошлаковой сварки. Электрод переплавляется в водоохлаждаемом медном кристаллизаторе. Пройдя через расплавленный шлак, капли металла, очищенные от всяких примесей, образуют слиток. Полученный металл отличается высокой химической и физической однородностью, исключительной плотностью макроструктуры. Установки электрошлакового переплава шагнули из Советского Союза Соединенные Штаты Америки, Францию, Англию, ГДР и другие страны. Изобретения киевских ученых запатентованы и лицензии на них проданы многим зарубежным фирмам. В институте получили широкое развитие и другие методы специальной электрометаллургии. Плазменно-дуговой переплав и электронно-лучевая плавка в вакууме. Борис Евгеньевич Патон многое сделал для развития этого нового направления в современной качественной металлургии. По его предложению, сейчас разрабатывается новая технология электронно-лучевого рафинирования. Она позволит заменить твердые исходные заготовки жидким металлом. В опытной установке, которую мы сейчас видели, действует один каскад для перелива металла. Сейчас в институте разрабатывается промышленная четырехкаскадная установка. Она будет иметь высокую экономичность. Повысится качество металла. Патоновцы нашли еще одну профессию электронному лучу. Испаряя с его помощью металлические и неметаллические вещества, научились создавать новые материалы с особыми свойствами. Современная научно-техническая революция настоятельно требует появления все новых и новых металлических и неметаллических материалов, создания оптимальных технологических процессов их обработки. И неудивительно поэтому, что ученые нашего института, института электросварки, уделяют в последние годы все большее внимание развитию, созданию новой совершенно отрасли техники, так называемой специальной электрометаллургии. Именно работая в этой области, наши ученые создали и широко применили в промышленности такие новые процессы, как электрошлаковый переплав металлов, электронно-лучевая технология, которой мы только что в этой лаборатории занимались, и плазменно-дуговой переплав. С помощью этих способов создаются самые чистые металлы, сплавы, и они сейчас очень широко применяются во всех отраслях новой техники. Видимо, они сыграют огромную роль и в освоении океана, мирового океана, а эта задача сейчас представляет огромный интерес для человечества. Безусловно, освоение космического пространства было бы немыслимо без применения этих новых материалов. В 1969 году в программу советских научных исследований впервые в мире включена сварка в космосе. Этому предшествовал большой комплекс научных исследований и конструкторских работ. Исторический эксперимент на созданной потомцами установки вулкан провели летчики-космонавты Шонин и Кубасов. Шов Патона шагнул в космос. Так была открыта новая страница в освоении Вселенной. Я думаю, что вот объединение усилий ученых, работающих в области сварки, с учеными, работающими в области специальной электрометаллургии, даст наиболее интересные и перспективные результаты. И в том, что здесь, в институте имени Евгения Оскаровича Патона, проходит сейчас передний край сварочной науки и специальной электрометаллургии, огромная заслуга семьи Патонов. Сейчас, когда советский народ выполняет девятый пятилетний план, Патоновцы снова впереди, снова в авангарде технического прогресса. КОНЕЦ